Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Новая дорога, мост и газопровод. Как в Ордынском районе исполнили поручение губернатора. Законы химии, физики и геологии работают в одной экспериментальной установке, за счет чего маленькая труба поможет сэкономить миллионы долларов при добыче газа. Пока закрыты фитнес-центры, идем заниматься на улицу. Когда опытный инструктор проводит уроки оздоровительной гимнастики? Караканский бор получит статус природного парка. Такое решение приняли сегодня на совещании по развитию крупнейшей зоны отдыха. В Ордынском районе работал губернатор Андрей Травников. В программе поездки не только вопросы сохранности уникального леса, но и развития инфраструктуры на юге области. Там сейчас работает мой коллега Андрей Баев. Он на связи со студией. Андрей, здравствуйте. Вам слово. Добрый вечер, Иван. Ордынский район – один из лидеров Новосибирской области по газификации. Так, сегодня торжественно запустили подачу голубого топлива в селе Кирза. Причем, по словам главы Ордынского района, все сделано так, что подводка голубого топлива максимально близко к домам. Тем самым, каждая семья экономит в среднем 25 тысяч рублей на подключении. Кроме того, глава региона Андрей Травников и председатель регионального заксобрания Андрей Шемкиф приняли участие в инспекции такого строительного объекта, как мост в том же поселке Кирза. Это долгожданный объект. Его также полностью реконструировали. В программе рабочей поездки также был объезд некоторых сельскохозяйственных предприятий, где участники рабочей поездки познакомились с тем, как выращивают урожай в этой сложной, непростой ситуации, которая сегодня с погодными условиями. Очень важный вопрос здесь – это организация полива. Есть предприятия, которые сегодня справляются, есть, которые, к сожалению, это очень дорогостоящее, около 10 миллионов современной установки, чтобы поливать поля. Но и для этого есть также наша областная программа, собственно, в которую и должны войти наши агропроизводители. Ну и одной из центральных тем сегодняшней рабочей поездки в Ордынский район стало совещание по нашему всеми любимому месту отдыха, я имею в виду Караканский бор. Так, сегодня было принято решение, чтобы придать особый статус этой территории. Рассматривается вариант природного парка. Что это означает? Это означает то, что, наконец-то, у Караканского бора появится не только хозяин, но и возможность следить за тем, как отдыхают там не только, кстати, жители Новосибирской области, но и из соседних регионов каждые выходные фиксируют больше тысячи машин, из которых также большинство, это не только Новосибирская область, но и жители Кемеровской области, Томской области, Омской областей. Главное, что дает новый статус Караканскому бору природоохранная зона, это, конечно же, незаконные вырубки леса, которые с преданием этого статуса должны просто-напросто исчезнуть, потому что рубить лес и пилить будет просто нельзя. Но и также даст возможность региональным властям более подробно подходить к решению проблемы того самого мусора, который оставляют тысячи отдыхающих. Принципиальное решение о том, что Караканский бор теперь природоохранная зона принято. Дальше будут обсуждения его границ, потому что есть несколько вариантов, в каких границах это будет действовать, это самая природоохранная зона и, конечно же, то, кто и как там будет обеспечивать туристическое направление и отдых всех жителей области и соседних регионов. Ну и, естественно, какой Ордынский район без знаменитого нашего хозяйства Юрия Федоровича Бугакова, племзавод «Ирмень» также похвастался и губернатору, и руководителю законодательного собрания своими новыми достижениями. Коров становится все больше, качество молока и мяса все выше. Пока на этом все. Подробности в 20.30 в вечернем выпуске новостей. Иван. Да, спасибо. Андрей Баев о рабочей поездке главы региона в Ордынский район. Искитимский мусорный полигон, вокруг которого сейчас идут бурные обсуждения, должен заменить Бердский. Ресурс последнего уже на исходе, а близость к жилому сектору не соответствует экологическим нормам. О том, как живется рядом со свалкой, в сюжете Александра Попова. Наталья Александровна в своем доме регулярно травит тараканов. Не помогают ни карандаш, ни спреи, ни ловушки. Мы все обчертили. И баню, и домик, и в домике все. Ну, у всяких и дусты, и всякая-всякая. И у полной, и даже у поленницы живут тараканы. Они все оттуда бегут. Второй год именно в теплые летние ночи насекомые эмигрируют с Бердского полигона на приусадебные участки. Соседство со свалкой добавляет и другие неприятности. Тут мусор летит вообще ужасно. Особенно весной тут приходишь, завалено абсолютно все. Вы знаете, особенно когда ветер с той стороны, тогда вообще здесь вон. Ну, сейчас вроде как поменьше стало. А то было вообще невозможно. Только за прошлый год на Бердский полигон вывезли более 80 тысяч тонн отходов. Бердский полигон был организован в 60-е годы прошлого века на месте отработанного глиняного карьера. Сменилось несколько собственников, и поэтому даже примерно, очень сложно сказать, объемы складированного мусора. Говорят, что в глубину карьер уходил на высоту четырехэтажного дома. Со слов руководства, за последние два года здесь полностью изменили технологию. Новые участки засыпают, скажем так, мусорным перегноем. Это, по сути дела, бывший мусор, который уже превратился в землю. Мы его выбираем, освобождаем территорию под новые карты и засыпаем вновь перевозимый мусор. Тем самым изолируем его от контакта с внешней средой, препятствуем возникновению пожаров и выделению свалочных газов. В сравнении с многими новосибирскими свалками на Бердском полигоне, если можно так сказать, чистота и порядок. Хотя есть несколько «но». Близость к жилым и производственным постройкам, то есть несоответствие экологическим нормам, а также расположение на городской территории, что противоречит федеральному закону. Александр Попов, Борис Гладких, Новости ОТС. Медали и грамоты за аксобрание региона сегодня вручили медикам Новосибирской областной больницы. Общий стаж награжденных почти 100 лет. Как трудятся те, чьи успехи отметили на высоком уровне, расскажут мои коллеги. Это у нас барабанная перепонка, а вот это калина, которая попала пациенту в ушко. По-настоящему? Размер какой? Примерно на третью часть миллиметра. Высокие технологии позволяют разглядеть мельчайшие детали, поставить точный диагноз. Сотрудники областной поликлиники с гордостью рассказывают о новых аппаратах. В последнее время в медучреждения поступают самые современные образцы. Контролирует состояние оборудования старшая медсестра Наталья Киселева. Она следит за тем, чтобы все и все работали как часы. Подчиненных 150 человек. Начинала трудиться в областной больнице Наталья Федоровна еще на третьем курсе училища. Ожоговый центр, он был вообще на территории создан самый первый. Это было вот когда в Уфе трагедия была, помните, поезда столкнулись. И вот после этого было принято решение создать ожоговый центр межтерриториальный. И вот нас туда, скажем так, набрали всех. Фельдшера мы были. Все мы закончили училище с отличием медицинское. 15 лет в стационаре, потом пригласили в поликлинику. Сомневалась. Думала, работа слишком простая, смеется Наталья Киселева. Начинает с половины седьмого и ни минуты свободной. За год через учреждение проходит около 200 тысяч пациентов. По хирургии не скучает. Сейчас внедряют в амбулаторном звене операции одного дня. Я работаю в коллективе единомышленников, профессионалов высокого класса, которые помогут в любую минуту. Подставят свое крепкое плечо, руку, дадут совет и реально помогут в трудной ситуации. Татьяна Масленникова сегодня благодарит своих учителей и отмечает талантливую молодежь. Уверена, растет достойная смена. Сама трудится в клинике 39 лет. Говорит, самая главная награда для врача – здоровье пациента. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя. Для меня так сложилось, что я всю жизнь служу детской хирургии. Любимая женщина – это детская хирургия. Религия – это детская хирургия. И мой длинный хирургический путь, длиной в 36 лет, – это тоже детская хирургия. В прошлом году к 80-летию больницы 10 сотрудников получили высшие ведомственные и правительственные награды. Праздник продолжается. Заслуженных врачей, заслуженных людей в областной клинической больнице, я думаю, в разы больше. И вот сегодня вручаем награды по получению руководителя законодательного собрания Новосибирской области. Они любят свою профессию, стаж каждого, несколько десятилетий. И сегодня три медика, крупнейшие за Уралом многопрофильные клиники, получают почетные грамоты законодательного собрания Новосибирской области и медали «Общественное признание» за большой вклад в социально-экономическое развитие региона. Наталья Цопина, Александр Егоров, Новости ОТС. Нового командующего войск Росгвардии Сибирского федерального округа представят личному составу. В соответствии с указом президента страны им стал генерал-лейтенант Николай Марков. Торжественная церемония и вручение личного штандарта состоится завтра. Три года Николай Марков занимал должность первого заместителя, командующего Сибирским округом войск Национальной гвардии. Он родился в 1967 году в селе Старые Трояны Одесской области. Служил в воинской части по охране важных государственных объектов в Новосибирске, затем в спецназе. Окончил военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России. Два года назад президент присвоил ему звание генерал-лейтенант. Два ребенка едва не утонули на реке Омь в Куйбышевском районе. К счастью, рядом вовремя оказались матросы-спасатели, которые ежедневно дежурят в местах массового купания. Подробнее расскажет Оксана Тимошенко. В спасательный круг также находится жилет, рупор и зонтик со стульями, чтобы оборудовать пост. Таких постов в Куйбышеве-7. Один из них на Старице, где дежурят Иван и Александр. В выходные там собираются до сотни любителей пляжного отдыха. Приходят и с маленькими детьми. Мать отвернулась в этот момент, когда ребенок потянулся за мечом и натолкнулся на яму, на резкий обрыв в воде. Начал утонуть. В тот день спасать пришлось сразу двоих, рассказывают ребята. Четырехлетнего мальчика вытащил Иван. Александр помог девочке. Волну ее откинуло на глубину. Не окажись рядом спасателей, все могло закончиться трагедией. Следят не только за теми, кто в воде, но и кто только пришел на берег. Когда, если видим, что несовершеннолетние приходят лет с 15 до 18, то сразу подходим и интересуемся у них, они вообще умеют плавать, хорошо ли достаточно или нет. Если недостаточно, они умеют хорошо плавать, то мы их сразу предупреждаем, чтобы они далеко не заплывали. Даже те, кто хорошо плавает, они начинают уплывать на ту сторону. Мы по мегафону предупреждаем им, чтобы они возвращались на берег. Потому что если у них закончатся силы, мы будем долго плыть в жилете, это очень тяжело. Но они возвращаются. Выставить посты на все места купания невозможно. Протяженность реки в черте города 20 километров. Официального пляжа в Куйбышеве нет. Каждый год ОММ выходит из берегов и все усилия по его организации будут тратиться впустую. Под наблюдением матросов-спасателей самые массовые места купания. Однако эти меры не всегда помогают предотвратить беду. С начала купального сезона на воде погибли три человека. Последний несчастный случай произошел в минувшие выходные. Нетрезвая 40-летняя женщина переплыла реку. Вернуться назад она не смогла. Без матери остался маленький сын. Причины, они остаются одни и те же. Если детское, это оставление детей без присмотра. Потому что у нас все равно река, это не озеро, там ни Чины, ни Сарклан, где можно по 100 метров идти, там по песку. У нас все равно река, берега обрывистые, илистые, глина там засасывает. Один шаг в сторону и уже там может быть обрыв. По распоряжению главы района с гражданами, которые распивают спиртные напитки на берегу реки, а также с родителями, которые отпускают детей на реку одних, теперь будут работать полицейские. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. Сегодня из Новосибирска в Надым отправили уникальное оборудование, которое позволит на ранних стадиях определять степень изношенности газовых скважин. Ученым Института нефтегазовой геологии удалось создать прибор, который очень эффективен и одновременно прост. Об этом убедился мой коллега Сергей Толмачев. Само устройство – это датчик, который вкручивает вот такую трубу размером с метр. По сути, это первый кусок будущего газопровода. Вот с этой стороны, прямо из скважины, под давлением будут подавать природный газ. Но если вместе с ним пойдет и жидкость, это значит, скважина заболела, как говорят геологи. Любое месторождение состоит из двух слоев. Сверху газ, снизу вода. Но не обычная, минерализированная, которая хорошо проводит электрические токи. Этим свойством и воспользовались ученые. Здесь находятся два электрода. Он вкручивается вот сюда. И, собственно, вода течет по дну вот этой трубы. Измеряя сопротивление между вот этими двумя электродами в автоматическом режиме, мы можем сказать, поступает ли минерализованная вода со скважины. Вода может принести и песок, то есть засорить трубы. И такой риск существует не только на старых скважинах, где жидкость заполняет полости, из которых уже откачали газ, но и на тех, где только начинают разработку. Захват той воды, где, когда технологическая вода поступает, или после ремонта как-то там выходит. И если вода пройдет дальше в сепараторы, во всякие очистительные сооружения газовых кустов, то, наверное, будут большие проблемы по очистке этого оборудования. Сейчас мониторинг на скважинах ведут вручную. Отбирают пробы, отправляют их в лабораторию. Учитывая северные расстояния, все это влетает в копеечку. Новосибирская разработка позволит оценивать состояние месторождения в режиме онлайн, прямо на месте. И сразу принимать технологические решения. В конце концов, месторождения истощаются. Каждая скважина одна за другой выходит из эксплуатации. Но грамотно построив технику, схему разработки, можно иногда даже не то, что на годы, но десятилетия продлить жизнь скважины. Вот для этого нужна наша система. Датчик работает при температуре в минус 50 и давлении в 200 атмосфер. Абсолютно пожаробезопасен. В нем особая пластмасса, сравнимая по плотности с бронзой. Сейчас на север отправили всего две установки. Но ученые уверены, их нужно делать в промышленных масштабах. Экономия для газовиков может составить миллиарды рублей. Сергей Толмачев, Антон Мамаев, Новости ОТС. 1 августа в регионе могут открыть спортзалы. Такую предварительную информацию получили любители фитнеса. Но уже сегодня тренироваться можно на уличных площадках. Открыли сезон и любители гимнастики на открытом воздухе. Подробнее в нашем сюжете. Растяжка и базовые кардиоупражнения. Соседи с улицы Вертковской по утрам сидят не на лавочках, а на спортивных ковриках. Стартовали уникальные тренировки Владимира Ефремова. Обычный сезон оздоровительной гимнастики открывают в мае. Но в этом году его перенесли на более поздний срок в связи с коронавирусом. Пандемия нас немножко вывела из строя. Но на сегодняшний день уже народ готов заниматься парковой гимнастикой. Тем более разрешение уже было дано. И я думаю, что парковой гимнастикой мы будем заниматься все лето, плюс осень. Мышцы спины – это щит для всех внутренних органов. Каждый человек должен поддерживать их в тонусе, говорит Владимир Ефремов. Парковая гимнастика направлена на растяжку позвоночника и укрепление суставов и связок. Она способствует профилактике артрита, артроза, остеохондроза и других заболеваний. Многие из нас задумывались, зачем нужна растяжка. Начнем с того, что растяжка – это гибкость тела. Ее дефицит может привести к искривлению позвоночника, ухудшению осанки и скованности движений. Регулярные тренировки на свежем воздухе сохранят ваше здоровье, приведут суставы в норму и улучшат иммунитет. Занятия на свежем воздухе подходят всем без ограничений. Али Ивановой 83 года. Зарядкой на улице она занимается уже 10 лет. После тренировок – чаепитие с единомышленниками. Я никогда не думала, что так мне будет. Так будет мне хорошо с этой гимнастикой. Я со школы убегала, с физкультуры. Понимаете, да. Нет, очень хорошо. У него, видимо, есть какие, значит, он знает, какие зарядку делать лечебную. Он прям подлет и спину, по-моему, это бывает, потрет, что прям хорошо. У организаторов парковых зарядок есть план выехать с тренировками в область. Заниматься оздоровительной гимнастикой можно не только летом. Я предлагаю в этом году опять начать такой масштабный процесс. То есть, я не знаю, может, главы районов области, может быть, просто инициативные люди. Вот, пускай обращаются, будем приезжать совершенно бесплатно. Организуем парковую гимнастику. Я дам обучающую программу на растяжку позвоночника, суставов. И можно будет ее включать. Все лишь на все. В принципе, чтобы растянуть позвоночник, там упражнений всего лишь несколько надо. Вот, как ни странно. Но это должна быть система, потому что система работает. Сегодня оздоровительной гимнастикой занимаются в Первомайском сквере на улице Вертковской и Эйхе. Тренировки раз в неделю. Для всех бесплатно. Арина Ларина, Антон Мамаев. Новости ОТС. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok